Субтитры делал DimaTorzok Называют пятнистой летучей мышью Они-то вообще с фантазией туго Или они слепые, что-то гигромных ушей не замечают В 15-граммового ушана длина ушей всего 4 сантиметра Вроде немного, но сама мышка достигает всего 12 сантиметров в длину Так что уши выглядят на фоне тела и вправду впечатляюще Однако они ей не мешают, ведь она сворачивает их во время висения на скале в трубочку И только в полете уша разворачивает локаторы на полную мощь Их вокруг все хотят тебя съесть, от енотов до сок И надо как-то их слышать за несколько километров И никакая бабочка от него не скроется То есть ушана и другие фиши Например, он живет за километры от своих родичей Ведь скопление мышей легче найти хищникам Это единственная летучая мышь-одиночка В своей среде обитания ушан непривередлив И вот везде В горах, в степях, в болотах Могой впечатляющей частью тела ушана являются крылья Они достигают длины до 17 сантиметров каждая Эта крылья мышек вообще носит Зато в воздухе они помогают развивать достаточно быструю скорость Чтобы всякие совы не сцапали Но если ушаны все-таки встретятся То начнут общаться пискам Да-да, именно пискам, а не эхолокации Как это делают другие летучие мыши Люди легко услышат их болтовню Смотря на то, что пятнистый ушан был открыт аж 130 лет назад И его легко услышать Из-за скрытости, быстрой скорости полета И отсутствия колоний Для его частности до сих пор ничего не известно Красная книга ему вроде пока не грозит Измножения известно мало Братный сезон уступает проседью Потом сам готовых 7 месяцев у нашего детеныша Который уже через месяц питает везде сам Вот такой довольно мелкий Но такой угарный Бэтмен Которого вряд ли, вы вряд ли увидите Если вам понравилось видео То ставьте лайки Подписывайтесь на канал Жмите на колокольчик Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok